Дорогие друзья, у нас потерялся ромашок. Негодяй, вернись. Да, тогда может быть записки почитаем, хотя бы какую-то часть. Да, и у нас концерт вместе еще ушел. Давайте поделимся записочку. Ты умеешь читать? Вообще, это достаточно опасно. Я знаю пока в концертной практике, что если ты читаешь записку прямо сразу вслух, иногда бывают конфузы. Поэтому сначала ее нужно про себя прочитать, а потом уже... Не отложить. Вот, смотрите, какие интересные режиссерские предложения, дорогие наши. Не кажется ли вам, что «Танго любви» — это не сольный номер Марьи Васильевны с элементом суфлерства? Это аноним? В хорошем смысле... Аноним, он в ПСЗ тут написан. Пурпись ПСЗ. Партизмей, буквы. ПСЗ, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Ну, насколько я понимаю, писатель, автор записки не знает, кто такой суфлер, потому что иначе я не могу... Это действительно не сольный номер, это дуэт, но суфлер тут текст подсказывает. Вроде бы мне никто ничего не подсказывал, но на самом деле в концертном варианте невозможно сыграть драматургию сцену, потому что есть вот этот... Вот смысл, который называется микрофон, и есть некая условность, мы же не играем сейчас в спектакль, мы исполняем номера из спектакля, поэтому, к сожалению, невозможно как бы его сыграть, потому что, ну, вот, есть вот этот спектакль. Айван Павлович, он не говорит, он просто думает, и так. Поэтому это даже достаточно громко. Хомяк? Ушел. Пока товарищ милиционер, ну, не понимаешь, почему хомяк? Пока Лида читает... Кого он назвал? Скажите, а не планируется ли повторение концерта в дальнейшем, по ним от 19 мая? Это, собственно, к организатору и продюсеру. Значит, сейчас мы твердо уже знаем, что 2 июля здесь, в этом же месте, состоится еще один концерт. И он уже будет наполнен, наполнен всякими сюрпризами, самыми неожиданными, постараемся. В эту же тему, когда мы сможем снова увидеть Нордорст на сцене, я думаю, что это к авторам. Я следую вам приеду. Юрлия Нараш. Юрлия Нараш. С какого лета чаялся прекрасной игрой детей? Какова судьба детской труппы? Я совершенно точно знаю, что если не каждый второй, то каждый третий Нордорстик поступил в театральный институт. И сейчас, да, Саша Розовская здесь. А Саша Розовская только благодаря ей, мы не спели Северной Соловьевой синхронно. Мы не хотели, у нас это никак не получается. Я хочу сказать, что Михаил Филиппов, знаете, такого, теперь мой коллега работает вместе со мной в театре Московского совета. Филиппов, где заканчивая курс Серебренникова, и еще огромное количество народу уже засетилось и в кино, и в замечательных театральных проектах. Мазихину шутить не запрещать. Хорошо. Юра, это ты писал? Мазихину. Все не по первому плану, по второму, по третьему, правильно? Дорогие друзья, я так поняла, что у нас какие-то несостыковочки насчет следующего нашего концерта, но он обязательно состоится до того, как мы отъедем на большой фестиваль, ради которого, собственно, я все это и затеяла. Но теперь понятно, что фестиваль — это предлог, потому что что выйдет из этого проекта дальше, как дальше он может развиваться, совершенно непонятно. И даже страшно и прекрасно себе представить, что из этого может получиться. У меня такое ощущение, что мы вообще все можем. Все теперь. Теперь, когда мы встретились через 10 лет, так, как будто бы мы не расставались, у меня ощущение, что мы не вернемся. Дорогие друзья, у нас собралась труппа. Спасибо вам огромное за записки и вопросы. Продолжайте их присылать, потому что у нас будет еще один перерыв для записок. У нас все продумано. У нас один из ценнейших ресурсов проекта — это руки Татьяны Солнышкиной, которые должны отдыхать. Поэтому мы вчера и продумали некоторые паузы. А кто поможет мне? Ну, начнем с ценой. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. Аплодисменты. Мне только что сказали, неужто это правда, но как же так, но как же так могло случиться? И так могло случиться, кто нам это говорит? Тот, чей отыщу сочиться, чей цинизм столь не прикрыт, нам как раз не доставало. И здесь клеветника, чье расстроенное жало нанесло удар наверняка. Да как ты смел сегодня войти в этот дом, где боль, где смерть, где раны еще так свежа? Ведь ты, как пруд, придуманным этим письмом, ее убил. Одной клеветой без ножа недоступна пониманию, для чего ты ей кушал. Что повинен я в деяниях, коих я не совершал. Лишь единственный свидетель, есть через сутки, признаю, тот, что у меня ружье на свете, кто так закончил жизнь свою. Да нет, клянусь, оно так и было в письмахте. Письмо, ведь я ничего, кроме лжи, убил, убил, а мне снова убить я в тюрьме. Но я клянусь, пожалуйста, брат, ведь ты-то мне веришь, скажи. Жизнь отца не сумел я спасти, потому что не был, как рыба. А тебе я сказал все, что знал. Но уж лучше был бы, как прежде, нет. Только правда, лишь правда в чести, нет уж сын по горло, спасибо. Вот он, правда, страшная вина. И кому это нужно, кому, зачем? Там, где кончается земля, там без муны светом. Средь облоков корабля, скрыта правда подо льдом. Где-то подо льдом, там, где кончается земля. Нет, правди, голос нужен, я сама наружу. Где-то сквозь мрак и стужу бьются следы по льду. Братья отца и кати, должен я разыскать. И клянусь, что экспедицию пропашную найду. На льду пусть не скончаем шаг, пусть небо сильный труд. Я никогда, ни за что, ни за что, ни за что. Пускай без молвы, да, пускай пожаришь ты. Я ни за что, ни за что, ни за что, ни за что. Но не мы. Жить, значит, жить скорая, А не ночком-то с краю. Если тебя ворают, Подлость нельзя спускать. Если тебя задело, Это уже полдела. И все, что остается, Лишь бороться и искать. И все, что остается, Лишь бороться и искать. Аплодисменты Спасибо большое. Спасибо. Спектакли, во всех спектакли, которые мы играли. После этого номера, после Арии Сани был антрак. Спокойно. Никто никуда не уйдет. Все хорошо, мы не будем, так сказать, перегуривать Мы продолжаем дальше, полетели дальше, причем полетели в буквальной смысле слова, господа Следующим номером нашей программы, ну, как говорится, с чего начинается второй акт Это, ну, это я даже не знаю, как назвать Это номер, который поют все, кто видел Нордост Это номер, который не только поют, ну, вот моя, допустим, самая старшая дочь Екатерина, которая сейчас здесь, она даже играет его Ну, или, по крайней мере, разучивает и поет уже А танцы? Даже люди, как они называются? Да, насчет танцев... Что, 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 что? Ну, шутка такая Ты, ну, это назови Мы действительно сейчас полетим, но хочу сказать вот что Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что особенно сегодняшнего исполнения этого номера В том, что ни один из присутствующих здесь сейчас на сцене Этот номер в спектакле, ни в одном спектакле не исполнял Это номер летчики Это номер летчики Это так Но в самом деле присутствует Саше кольцо Если он вдруг спляшет и запутит... Мы очень долго думали, мы сломали себе голову Чем заменить гвоздь этого номера? Потому что гвоздем был, конечно же, степ летчиков Ну, это здесь невозможно Мы уже хотели, простите, сделать степ на ложках Но решили, опять же, не превращать это в балаган Видимо, ложки, трещотки, балалайки и гармонии Это более... Поэтому, дорогие зрители, давайте степ будете изображать вы По столам Так что, господа, полетели Летчики! Может, я не могу... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Г deveormat ТЯ ہ Strike Еще пять раз вернуться, и это опасно, и рожит. Благополучно к землю не воткнуться, Хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по колено. Не удержать его ничем, готов летать пилоту четыре смены, Хотя, казалось бы, за тех ячей с тобой выйду по округе нива, Грудную витом, вильную хвостом, И заломнуется в сребоженное ниво под ветерком. Зеред машина, подчеркавшимся мотором, Уйдет земля из-под нее, и обопрется небесные просторы. Крыло моё! Крыло моё! Пилот живет, подобно полептице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с семьей обзаводиться, Хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот. Он не запрется с правильного курса, Хотя, казалось бы, его твой. Ячей с тобой выйду по округе нива, Грудную витом, вильную хвостом, И заломлюется в сребоженное ниво. Ну а потом, ну а потом, Задятся тёлки, отчемлявшиеся страху, И разлетится воронье, И всю планету поразить своим разватом. Крыло моё! Крыло моё! Крыло моё! А по крылу моя земля, А по земле и рука, А из руды моя страна, Даёт металл, чтоб в самолёте я летал, Полёт металл вокруг леса, Вокруг поля, Моя земля, Моя краса, Моё жильё, А над землём, Ох, ой, Могучее крыло моё! А над землём, А над землём, Могучее крыло моё! Крыло моё! Крыло моё! Их моё, их моё, Их моё! Крыло моё! Дорогие друзья, Значит, следующий номер будет... Вы что, хотите сказать? Сложный. Да. Будет не так просто исполнить. Тут главное не запутаться, Кто какие партии поёт. Итак, следующий номер. Валькина квартира. Я хочу вам представить. Юрий Мазихин, Мусан, Валерий Кузнецов, Дядя Миша, Саня Кригорьев, Собственно, Не ошибёшься, Даме-маркер у нас Матапыч, Тут Петя Маркер, Лёша Герасович у нас Бути с Балькой, Видите, что Басара у нас Бути курика, Мир, Чоннадар, Тотя-тюня Кира И маленький Петя, Виновник Бериполоха. Кроме того, Дама-скандалистка у нас Ирина Лина, Я свою за Петербург и за Кир. Ну а сейчас первое слово предоставляется Даме-скандалистке. Пожалуйста, расскажите, Как это было? Что за крики? Что за моблик? Что такое? Что случилось? Там в уборной Там такое Приключилось. Захожу Из унитаза На меня Глядят во глаза Я чуть было Говорить Не разучилась. Это жука В их бронелке. Черепахи, Висы! Брялки! Развели в квартире, Понимаешь ли, Азербайк. Устроили эти пари Для собственных мышей? Уйдите, ваши твари, Они разносят в шаре. Так это же не мыши, А просто хомячки. А кто у дяди Миши Подыбил все очки? А кто у тетки пиры Все тапочки погрыз? Да встанут всю квартиру, А таро вашим крыльцем. Квартира вам не место Для замок и замком. А несколько порядочных житов Тут мы возьмем, Да и напишем, Сюда придем, А они шут про дом. Так как и вы, И ваши мыши, За все ответите Перед судом. О, звонят. О, не удивлюсь, Что это такие уже и за вами. Прочем, и за вами. Как же все люди здесь? Никому, товарищ? Саня! Ой, как! Кия! Саня! Никому! Ты смотри, Я думал, летчики с усами. Это кто? Неужто ваши? Просто копия папаши, И как мама с головатыми носами. Это Саня, Это Петя. Просто звери, А не дети. Раз вели в квартире, Понимаешь ли, А сафар. Что вы ж добрые, Местные дети, Извините, Товарищ пилот, Какожи у нас в полете. Кто по почине вас не живет, В ситуации полной трагизма, Нужно срочно его потратить. И со свойственным вам героизмом Не могли вы Эти воду спустить. Что за мерзость? Вы не бойтесь у хороших. Что за мерзость? Я вам дал подробный платье. Этот вид недавно Мы веленький танец. Слушай-ка! А варит он симпатичный, Ненаверное, Продышный. Ну, конечно, Потому что тараканами От этого питается. Все, 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 Не варите все заботы, Мотовала еще пилотов. Слушайте, он устал с дороги. Дайте отдохнуть человеку. Вы ее помните. Ага, я не могу. Ну, как же заширел по-маленьку? Копти в атмосферу. В порядке, смотри, Скоро старше пойдет в первый класс. Кораблев постарел, Ромашов начал делать карьеру. Асистент Николая Антоновича. Вот тебе раз. Кстати, Катя и он. Ну, да ты уж, наверное, слышал, Что ты давно ей звонил. Я вообще не звонил. Есть тебе, он. Девять лет? Девять лет. У тебя просто съехала крыша. Ай-яй-яй, я пошел. Разве можно так девушку Долго томить? Извините, что лету В чужой разговор, но Могу вам завесландо Дать маленький совет. Звоните, не стесняй. Ты паренька куда? Похоже, вы боитесь. Ни вовсе даже нет. А не глядят, как будто ты кедра. Вот аппарат! Мините-мините! Мы все герои, Мы ровно для облот. И если вы Не позвоните, Лобокликова, Ты безвотносный кто? Мините-мините! 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 Ай, молодца! АПЛОДИСМЕНТЫ Самый светлый, самый романтичный эпизод спектакля Влюбленные, Который происходил на мостах Саня с Катей Встречаются через 9 лет На мостах? Восемь! Через 9 лет Пытаются сказать Друг другу, Но так и не решаются Ничего Можешь вымолвить О своей любви АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Что за роли отведены судьбою на следующей главе? Где сейчас играют артисты мюзика? Ответьте, пожалуйста. Расскажите о себе. Юрий. Мы уже намекали, Тань, с тобой. Продюсер. Всю жизнь. И все. Хорошо. Всю жизнь. И все. Виктория Соловьева играет в мюзикле «Звуки музыки». Там же Оксана Костецкая, Лена Моисеева. В каждой мюзиклы играет Лена Кенесенко, Марк Подлесный, Маратов Драхимов. Все это звезды музыкального театра. Реальные. Вот посмотрите. Вы понимаете, свободное от наших встреч время. Я тоже, Леша, играю в мюзикле «Звуки музыки». Я был на Луне. И Катя Гусева тоже играет в мюзикле «Звуки музыки». Там все наши. Абсолютно. Олег, расскажите о себе. Я служу в театре. В московском совете? Да. Именно. В московского совета. В московском совета. В московском совета. Снимаюсь в кино. Ну воспитываю уже третьего сына. За две репетиции, родилось два сына в коллективе. За две репетиции. Как назвали сыновей? Михаил. Ромашов. У меня Иван. Иван Андреевич, вы будете сочинять басни? Иван Палыч. Нет, Иван Андреевич. Я не знаю, что это за Палыч. Он слева от тебя. Я могу вам сказать, что я по-прежнему как и донор ДОСТа, так и сейчас работаю в основном для детей. Я работаю в детском музыкальном театре «Экспромт», и мне это нравится. Я обожаю детей. Ну и еще я исполняю весьма своеобразную роль. Я Иуда, в рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда», в театре «Моссоветы» как раз вот у нас. Я тоже обожаю детей. У меня тоже есть сын, тоже Иван. Палыч. Какое запомнение. Я собираюсь открыть целый детский театральный центр в ближайшее время. Надеюсь, у меня это получится. Еще я работаю в театре «Матоганки», как прежде, и в театре «Луны». Ну вот еще и будет. Чуть не пошутила, не сказала, не Иван Палыч. Петр Маньян, с Геевичем. Я работаю по-прежнему в проекте «Саунд-драма», в общем, в основном. Ну и так по мелочи. По мелочи мы в себе. Ну по мелочи это «Портос» в мюзике «Мушкетер». Я до последнего времени сидел на двух стульях, занимаясь еще профессией телевизионного ведущего и вел такое культурное обозрение событий в центре Москвы. Недавно я слез с одного стула и целиком теперь вернулся в реку театральный. Метро еще в Москве. Да, и говорите метро, Саша. Я редко спускаюсь в метро, но если захожу, обязательно здороваюсь, говорю. Здравствуй, Леша. А я пишу диссертацию. Стромно, скромно, сказала Лидия. А можно ли отксерить ноты, по которым играет Татьяна Солнышкина? Значит, отксерить-то можно, да что уж вы там поймете. Понимаете, там же все подчеркано именно Таниной. Она не дописала Татьяна Солнышкина, она написала для себя. Таня в основном наизусть, она вспомнила свой клавер просто. Это там образ надо поймать. Вот, нам комплимент. Есть призрак оперы, да, призрак оперы, а вы душа великого мюзикла. Спасибо. Записки писать некогда, потому что нет никакой физической возможности оторваться. Спасибо огромное. Все, записками такие вопросы. У нас погончено, и мы продолжаем. Сохрани эту запишите на следующий концерт. Хорошо. И следующая сцена у нас пройдет в приемной. В приемной все в мор пути, лицом к лицу столкнутся непримиримые враги. Саня Григорьев, Ромашов и Николай Антонович. Саня Григорьев, Ромашов и Николай Антонович. Саня Григорьев, Ромашов и Николай Антонович. Саня Григорьев. Саня Григорьев, Ромашов и Николай Антонович. Саня Григорьев, Ромашов и Николай Антонович. Я, похоже, помешал нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной. Верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал мне помощь в том, что попозорит вас навига. Да-да, весьма печально, он подлец-припас, но у вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрослый, а значит, сам и виноват. И что подлец, он для меня отнюдь не нова. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеятель смерти, боли и горя с доброй душой и честным лицом. Как раненого волка меня вы обложили. Один седется в колку, другой дерзает в жилы. Ах, как я ненавижу вас, молодых и властных, Ступающих все ближе и ближе, и ближе. Готовы к бесстрастным добить старика, Который щеперится из тупика. Но зубы есть. Но зубы есть. Но зубы есть. Па-кар! Раздается свист и взрыв авиаболга. Хор превращается в жителей блокадного Ленинграда. На продолжительное время наступает глубокая тишина, Которую подчеркивает стук метрономы, Скрип снега и отдалетная, едва слышная канонада. Люди, похожие на тени, поодиночке бредут по улице, Тащат санки, стоят в очередях за хлебом. Среди них Катя и Нина Капитоновна, Которые возвращаются домой. Катя, поддерживая обессилевшую бабушку, С трудом пропевает знакомую мелодию. Тучи опять наполцают, Белой метелью грозят. Там, где вода замерзает, Жить нельзя. Уже почти пришли. Бабушка, уже пришли. Хорошо. Рот непобедим. Минус тридцать один. Зачем же только ты поехала со мной В Ленинград, в Ленинград, в Ленинград. Ленинград, Ленинград. Что вам нужно? Вы кто? А может, это вы? Это я виноват напугал. Я тут чудом попал на спецрейс Москвы, Волновался, ужасно повсюду искал. Под борьбёжкой весь город пешком шагал И нашёл, слава Богу, живых. Я вам могу помочь покинуть этот ад, Ведь города при чём? Чем вам один так? Постойте ромашов, не отводите взгляд, Скажите, почему у вас трясутся руки? Выбейте лавки и глоток, Вам нужно покрепиться хотя бы чудом, Прежде чем войны приговор так жесток. Что с ним? Саня жил? Говорите! Я его повстречал в сентябре, Он лежал в санитарном вагоне, Тяжко раненый в новых минут, Он ни с кем не ступал в разговор. В тот же день в шесть утра на заре На каком-то степном перегоне, На немецкие танки отрезали путь, И шмутя эшелон на спинке. Супор! Я его подтащил в членской дороги, Том-то ближайший кассир Он лежал под куском, Он был слишком тяжелый, Мне пришлось отползти за подмогой, А потом, это ужас, что было потом. Я вернулся за ним через час, Думал он все лежит неподвижен, Я видался среди этих осин, Но найти его так и не смог. Я видался, но каясь не спас, И, конечно же, вряд ли он выжил, Безоружный, больной, совершенно один, В окружении врагов и почти что без ног. Нет, все было не так, Я могу это твердо сказать, Вы не ангел, вы враг, Выдают вас загоренные ваши глаза, И своим вдохновенным враньем Никогда вы не сможете скрыть одного, Ромашов это был, вы убили его. Уйдите! Это не я! Уйдите! Это не я! Уйдите! Это не я! Уйдите! 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 Роданий не перекнести, Я одна смогу тебя спасти. Прислушився я рядом, я с тобой, Сквозь грозный рокот волны ветровой Услышишь ты мои слова. Я верю, я надеюсь, я люблю, И смерти я тебя не уступлю. Пока моя любовь жива. Пока моя любовь живет во мне, Ты голову свою не сложишь, Не сгинешь под водой и не сгоришь в огне. Ты сможешь, ты сможешь. Пусть будет для тебя любовь моя, От вражьего меча защитой. Пальчуга я стрелы, роднёю от попьян, Пусть будет для тебя любовь моя, Пальчуга я стрелы, роднёю от попьян, Да будет для тебя любовь моя. Пальчуга я стрелы, роднёю от попьян. Норд-Ост Это, конечно, очень эмоционально сравнивает Норд-Ост с другими мюзиками, которые периодически идут на разных площадках. Но зачастую это некорректно, да и не стоит права. Однако раз за разом мы ловим себя на мысли. Да, но вот мой Норд-Ост. Эта история с нами навсегда. Итоги этой любви объединяют разные поколения многих людей по всему свету. Мы хотим верить, что девять безмолвных лет прошли и канули в лето. Мы хотим верить в то, что с этой программой постепенно начнется возвращение этого замечательного спектакля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Немало долгих лет прошло с тех пор Как трогнул первый лёд верховья Без удержай реки, что выйдя на простор Зовётся дырлою Течёт она, луя, тигурля Течёт она, в края, вины За синие леса, за снежные поля К пределам, где кончается земля 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Дорогие друзья, послушайте, это, конечно, необыкновенный сюрприз. Я первый раз послышу все. Нет, конечно, ну да, слова-то я знаю. Музыку тоже, а ты музыку тоже. Но в таком исполнении я, честно говоря, потрясен, потому что я всегда считал, что Нордуст — это самолет. Что это, ну, костюмы, свет, льды. Льды, да. Оказывается, в Нордусте есть еще люди. И какие люди, пусть они говорят, что хотят. Пусть они делают вид, что это им дается очень легко и просто, и что они забывают слова и импровизируют походу. Но я прекрасно знаю, что за этим милым импровизационным исполнением, за этим концертным исполнением стоит огромный труд. Я не знаю, сколько они вложили сюда своих часов, нервов и таланта, но таланта видно, конечно, талант не скроешь. Но вот все остальное скрыто, 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 скрыто под этой сценой, я не знаю, я честно, я потрясен. Вы практически сделали новый спектакль. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . 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